Бабочка, сколько цветов тебе подарили сегодня? Сколько цветов тебе подарили сегодня? Это граффира. Море цветов. Море цветов. Море. Ты заслужила. Она еще царя живым застала. Родилась в шальные годы Первой мировой. На войне погиб ее отец, и мать осталась одна с четырьмя детьми. В селе Актуша Шигонского района Татьяна Сергеевна Лещенко пережила и революцию, и гражданскую. К труду ее приучили с детства. Крестьянские владения были тогда единоличными. Каждая семья кормила себя сама. Во времена Великой Отечественной Татьяна Сергеевна работала в тылу. Вспоминает, как развозила хлеб по городам. Иногда даже не было возможности поесть. Первый год войны. Дома ночевать не угождала. Потому что нынче еду в Шигон, хлеб отвожу в государство. А вот только приезжаю, у меня уже готово навешанно в Ставрополь ехать. Еду в Ставрополь. Из Ставрополя приезжаю. А с собой же хлеб-то взять нет. Муж Татьяны Сергеевны погиб на фронте в октябре 41-го. Его портрет до сих пор висит на стене в ее комнате. В 50-м году она с детьми приехала в Самару. Говорит, освоились на новом месте только благодаря трудолюбию. Оно же, по словам именинницы, помогло ей дожить до 100 лет. Сейчас у Татьяны Сергеевны из четверых детей остались только две дочери. Обе им уже за 70. Сестры Мария и Зоя всю жизнь не разлей вода. И даже с днем рождения любимую маму поздравляют наперебой. Дольше жила. Мы не можем как-то с ней расстаться вообще. Мы вообще думаем, чтобы всегда была она. Да, всегда жила. Хочется, да. Дети, внуки и правнуки Татьяны Сергеевны часто приезжают к ней в гости. Желание долгожительницы – закон. Всегда мы были в этом доме, всегда мы приходили, всех нас бабушка принимала и говорила так, что пока я жива, все вы будете собираться в этом доме. Поэтому этот дом для нас все. Родственники Татьяны Сергеевны уверены, на ее юбилей погуляют еще не раз. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.